Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Соглашение 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 Ины чрезвычайные меры безопасности, связанные это с высокой вероятностью беспорядков. Ситуацию в городе сегодня контролируют около 3000 сотрудников полиции и пограничной службы. Основные силы сосредоточены в старом городе и вокруг арабских кварталов. Волнения в Иерусалиме начались после смерти активиста группировки «Исламский джихад» Халили Муаттаза Хиджази. Он был застрелен спецназом во время попытки ареста. Молодого мужчину подозревали в покушении на раввина Ягу Дуглика. В ночь на сегодня Хиджази был похоронен на мусульманском кладбище у стен старого города. На церемонию прощения были допущены только 45 близких родственников. Власти Израиля тем временем сняли полный запрет на посещение мечети Алякса. Сегодня на храмовую гору смогут подняться мужчины и женщины старше 50 лет. Власти Буркина Фасо пошли на попятную. Президент Блэском Пауре, возглавляющий страну более четверти века, выразил готовность к переговорам о формировании переходного правительства. Пойти на такой шаг главу государства вынудили события в столице страны Уагадугу, где активисты оппозиции штурмом взяли парламент и захватили штаб-квартиру национального телевидения. Неудовольствие противников власти вызвало попытку президента внести поправки в Конституцию, которые позволили бы ему баллотироваться на новый срок. Я услышал сообщение, готов к серьезным изменениям. Я открыт к переговорам по поводу переходного периода, по окончании которого я передам власть демократически избранному президенту. С целью начала такого диалога я решил отозвать законопроект о конституционных изменениях. В Малайзии стартовал первый судебный процесс по делу о гибели пассажиров, исчезнувшего в небе над Индийским океаном в марте этого года самолета Boeing 777. Лайнер авиакомпании «Малайзийские авиалинии» выполнял рейсы с Куала-Лумпура в Пекин, но в какой-то момент резко изменил курс, а затем исчез с экранов радаров. Власти официально признали гибель самолета, но никаких доказательств трагедии до сих пор, спустя почти 8 месяцев, найти так и не удалось. Иски в суд подали двое малайзийских граждан, потерявших в катастрофе родственников. Они утверждают, что ни авиакомпания, ни правительство не смогли обеспечить безопасность пассажиров самолета. Мы хотим знать, что в действительности произошло 8 марта. Хотим получить ответы и выяснить, кто виновен в трагедии. Хотим, чтобы те, кто несет ответственность за произошедшее, вышли вперед. Надеюсь, на этом процессе мы сможем получить всю информацию. Ну что ж, на этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok